Друзья, всем привет! Вы на канале Деревенские будни. Ну что, сегодня мы будем делать сушилку для обуви на твердотопленный котел. В общем, изобретение моё. Нигде я не смотрел, не видел. Просто нам нужно было где-то сушить обувь, так как нас много. И, короче, пришлось изготовить сушилку, чтобы над котлом поставить, чтобы обуви побольше-то вошло, так как сейчас слякоть, сыр, да и зимой всё равно нужно обувь подсушить, чтобы утром одеть уже сухую, тёплую обувь. Но перед этим я хочу с вами поделиться. В общем, пришла нам небольшая бандероличка. Это бандеролика из Словакии. В общем, её прислал нам наш подписчик, его зовут Василий. Василий, огромное вам спасибо за эту бандеролику. Мы тронуты, очень тронуты вашим письмом, которое вы написали нам. И огромная вам благодарность за ваше наставление, ваше пожелание, за ваше письмо, за ваше открытое сердце и за этот замечательный календарь. Вообще, вот нам, кстати, нравятся такие картины. Я вам сейчас хочу показать, какой календарь нам прислал Василий. Вот такой вот календарь на 2020 год. Календарь русской живописи, жанр. Ну, вот жанр русской живописи. В общем, картины замечательные такие картины. Русские такие ещё картины. Представляете, в общем, январь, тут Христославы, автор картины Сычков. Так, тут даже на некоторых картинах указаны, допустим, даты написания картины. То есть, доктор на станции, в общем. Это картина маслом, скорее всего, просто напечатана. Но видно, что маслом написана картина. Автор Гермашев или Гермашев, 1910 года. В общем, вот такие вот замечательные. Такие картины, наверное, только в художественных кальдереях можно увидеть. Ну, или ещё где-то. Не знаю, ну, по крайней мере. Но мне нравится вот такая живопись. Нам со Светой нравится такая живопись. Простые русские картины написаны. Вообще профессионально, с душой. Да что я рекламирую? В общем, они сами за себя говорят. Ну, допустим, такая картина. Это сваты. Автор Пимоненко. 1890-е годы даже. Ну, и так далее, и так далее. В общем, на каждый месяц твоя картина. Здесь, допустим, картина на апрель месяц. «Выход из церкви. Страстной четверг». Автор Пимоненко. 1900-е годы. 1900-е годы. В общем, здорово. Ну, и так далее, допустим. Ну, на каждый месяц, в общем, 12 картин замечательных. Здорово. Спасибо вам, Василий, огромное. И пусть Бог благословит вас там, где вы находитесь, там, где вы есть, за ваше открытое сердце. Ну что, теперь, друзья, мы приступим к изготовлению. Ну, я ее почти уже изготовил. Сейчас просто вам покажу немножко. Там уже завершающий этап. Ролик короткий. Вот. И покажу, как оно все выглядит, как оно смотрится и тому подобное. Приступим. КОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКОНКО делаю музыкальный инструмент ребята делаю музыкальный инструмент под такого характера будем играть на нем как он называется металлофон да не это была шутка в общем если серьезно то делаю сушилку для обуви до котел дровяной потому что у нас людей много в семье и нужно где-то сушить обувь эта штуковина она одевается на котел сверху и над котлом она под стоять сюда вот ставится обувь для сушки так как на котел вся обувь не влазит у нас поэтому нужно было что-то придумать кой-то какую-то штуковину и вот поэтому было принято решение сделать такого характера шелку то я чуть позже покажу как она одевается сейчас вот эти прутки еще доварю прутки забираю всяких осколков он собираю свариваю трубки всякие эти как скобы 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 выпрямляю кончики отрезаю вот эти вот самые и привариваю потом это все дело покраситься вот все красиво и эстетично так и уже будут используя надеюсь осталось еще немножко сварить так раз в три пруточка еще удаст варить осталось короче собираю по сусеком поскреб амбаром помел лески так а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так как эта краска быстро высыхает. Ну вот примерно так это выглядит. Обувь вся стоит сверху, сушится. Здесь у нас просто лежат варежки сушатся. Вот таким образом мы вышли из положения, чтобы сушить обувь. Варежки дети бегают. Варежки бегают. Снег, сыро. И вот надо их где-то сушить всех. Поэтому вот такие вот делаем. Варежки тоже сушатся здесь. Вот. Я думаю нормально. Снизу вот так выглядит. Сверху вот так. Сбоку вот так. Все. 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 Все.